Запрет на начисление штрафов и пении в случае просрочки по кредитам введен в связи с чрезвычайным положением. Это касается юридических лиц и предпринимателей, пострадавших в результате введения режима ЧП. Как в рамках создавшегося положения оформить отсрочку по кредитам, расскажет Мадина Ниспек. Как известно, во время чрезвычайного положения в стране наложен запрет на штрафы и пении по кредитам. Об этом сообщила председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Аблокосымова. По ее словам, гражданам не будут начисляться надбавки по судной задолженности до трех месяцев. Кредитные организации рассмотрят заявление заемщиков в течение 10 дней. Предоставление отсрочки до одного месяца нашим клиентам не обязательно предоставляют подтверждающие документы. Если клиент запрашивает отсрочку от одного месяца до трех месяцев, то нужно будет предоставить документы о том, что финансовое положение нашего клиента ухудшилось. Отсрочка распространяется на банковские займы и микрокредиты, выданные до 5 января текущего года. Стоит отметить, что в социальных сетях распространяется сообщение о прощении банковских долгов всех граждан. Эту информацию опровергли представители финансовых организаций. Банки работают в штатном режиме. Граждане, как обычно, приходят, оформляют кредиты на разные суммы и пользуются нашими услугами. Сейчас, в связи со сложившейся ситуацией, многие услуги переведены в онлайн-формат. Это удобно и безопасно. По предварительным подсчетам, во время массовых беспорядков казахстанскому бизнесу нанесен ущерб на сумму свыше 100 миллиардов тенге. В Алматинской области 16 миллиардов. Продолжается сбор информации о пострадавших субъектах бизнеса. В основном, ущерб нанесен представителям торговли, общественного питания, транспорта, услуг, а также финансового сектора.